Здарова, братишка! Сегодня будет офигенный выпуск, потому что я заказала офигенный бокс. Это бокс X-File Beres и стоил он где-то около 1000 рублей. И это бокс эпоксидной смолы. Для начала распаковочка. Мой спаситель в этих делах. Надеюсь, я ничего не сформал. Вот так выглядит наборчик. Обычная белая коробочка. На коробочке нарисован состав. И по идее тут должно быть ну просто дофигища всего. Та-да-да-дам! По факту тут дофигища всего. У меня реально прикольный бокс. Блин, все разбрызгает. Погнали смотреть, что тут. Белая краска, фиолетовая краска, формочка. Кстати, формочка в каком-то, ну так скажем, непотребном состоянии. В отдельном пакетике лежит еще куча всего. Четыре цвета блесточек. Золото, серебро и какие-то цветочки. Еще блесточки. Пакетик с кучей всего. Тут какие-то палочки, резиночки. И даже зубочистки есть. Надеюсь, что мы дошли до самого важного. Скорее всего, вот это эпоксидная смола. Сказала бы я, если бы тут не было все написано на китайском. Но что вы, что? Как будто естественно тут есть инструкция. Все сразу стало понятно. Погнали делать. Сейчас я прочитаю инструкцию. Ознакомлюсь. И потом покажу вам, что я собираюсь делать. Снова я с этим боксиком. И вот, что я поняла, прочитав инструкцию. Во-первых, что инструкция херня. Вот я достаю вот это. И я думаю, что это? Как я должна понять, что это? Я могу понять, что это, только зайдя на сайт и прочитав, что это, на самой странице, где я это покупала. Иногда страница пропадает. Так что, как по мне, стоит класть хоть один листочек того, что вот это вообще за состав. Дальше. Молт тут не один есть. Вот такой молт. Такой молт. Такой молт. Вот такой. В общем, ну, много, да? Только проблема в чем? На сайте написано, красивый брелок руками ребенка. Брелок. Брелок. Брелок! Удивитесь ли вы, когда вы узнаете, что оказывается тут для брелка ничего нет. То есть я могу сделать только эпоксидную какую-то фигульку. А для брелка, как я это повешу? Тут нет абсолютно ничего-то, что напоминало бы, на что можно было бы весить. На зубочистки? I don't know. Вот я ни за что бы не догадалась, что это за фигня. Это напальчники. Напальчники! То есть тут есть напальчники, но тут нет фигни для этой, для брелка. Я вегадую. Я все понимаю, да? Но вот что мне с этим молдом делать? Вот что я сюда должна залить? Я не понимаю. Я понимаю, вот с этим молдом можно что-то сделать. Вот с этой штукой, да? Допустим, тут можно даймонд сотрить, да? Ну, как бы нормально. Но что это за кругляшки? Я не понимаю. Форма круг. Тут еще треугольники есть, да? Мне вот это просто так нафиг не нужно. Я хотела брелочек. Тут блесток больше, чем самой смолы. И еще никаких брелков. Ну, если вы думаете, что мне это помешает, мне это не помешает. Пойду куплю штуку для брелков, чтобы сделать брелки из бокса, за которые я уже заплатила 1333 рубля за брелки, в которых нет брелков. Ладно. Встретимся завтра, когда у меня будут брелки. И сделаем их. Потому что я не привыкла отступать. Погнали. Добрый день. Два месяца спустя я постарела на два месяца. В общем, я докупила эту штуку для брелков. Можно аплодисменты? Нет, на самом деле, докупила я и раньше. Просто как-то так вышло. Что раз уж в тот раз не сняла брелки эпоксидные. Брелка пришлось ждать два месяца своей очереди. И, наконец-то, я заказала, да, она пришла, вот эта штука. Тут их 20 штук. 20 брелков сегодня сделаем. Ёлпа. Вань, тебе нужны брелки? Куда нам 20 брелков девать? Не знаю. И еще несколько вещей случилось. Я замарала уже две формочки от этих эпоксидных брелков. И мерный стаканчик. Ладно, короче, погнали. Делать брелочки. Сделаем 20... Ну ладно, 10. 5? 30. Каких 30 у нас всего 20 этих штук? Короче, снимем много брелков. Сделаем разные брелочки. Попробуем вообще, наверное, все, что там есть в этом боксе. Погнали. Ну что, начинаем делать наши брелочки. И для начала я решила застелить пол белой бумагой. Да вообще, любую поверхность лучше защитить от этой эпоксидной смылы, потому что она очень сильно пачкается и очень сложно отмывается. Далее я беру все, что у нас лежало в боксе. Блесточки, поталь, вот эти вот пленочки. И выкладываю рядом с собой, чтобы было удобно работать. Также там оказались напальчники, и их я надела на пальцы. Кстати, на будущее я забыла использовать пальцы, на которые надела напальчник. Также я достала свои красители пищевые, которые были у меня в прошлых роликах. Но кто знает, может быть эпоксидку и можно красить такими вот красителями. Кстати говоря, я тут нашла еще зубочистки, оказывается. Даже забыла, что в боксе спустя почти месяц после того, как сняла его начало. Далее приступаем уже наконец к тому, чтобы смешивать эпоксидку. Но тут все не так просто. Оказалось, на этих баночках есть крышечка, которую нужно каким-то образом открыть. Каким-то чудом нужно еще и не замарать себя. Смешиваем один к одному загуститель и эпоксидную смолу. И у нас есть некоторое время на то, чтобы работать с этой смолой. У меня есть мерный стаканчик, чтобы все это смешать. Но я не скажу, что все получается удачно, потому что даже мерный стаканчик меня не спасает. Первым я решила залить сердечко. И сначала я все делала из пластиковой тары, но потом я нашла вот эту вот пипеточку. И ей очень удобно пользоваться с эпоксидкой. Не мараешь себя, не мараешь остальных и почти что не заливаешь все остальное. Кладу наверх брелочек и засовываю в это сердечко серебристую поталь. Потому что с серебристой поталью мы, кстати, уже работали, когда делали эпоксидные чехлы. Первый брелочек я сделала. Я покажу его чуть более детально, чуть попозже, когда буду все брелки показывать. Вот такой вот интересный процесс. Мне кажется, получилась у меня полная фигня. Сейчас попробуем сделать еще один. Первый, как говорится, всегда комом. Сейчас попробуем сделать номер два. У меня еще осталась эта штучка. Кстати, посмотрите, как прикольно. Можно набирать вот эту штучку. Она набирается. Вот это я эксперт по брелкам. Да, обращайтесь. А если поспеку. А пока ты смотришь это видео, не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Нас уже 100 тысяч подписчиков. А значит, мы идем к миллиону подписчиков. И, кстати говоря, если ты хочешь увидеть больше моих новых роликов, можешь спуститься в описании. Там я оставила ссылочку на свой Рутуб. Там вышел уже обзор на мармеладный бокс, на сладкий бокс, на двуцветные помады, на угадать цвет. Короче, там вышло уже очень много новых видосов, которые ты еще не видел. И не забудь на меня там подписаться. Потому что там контент, тут контент. Короче говоря, я надеюсь, что тебе все это нравится. Вот. Заценим ролик в описании. Прямо там ссылочку оставлю. Да. Ну, нет. Что ты делаешь? Ну и мы продолжаем делать брелки. Короче, Ася заставила меня тоже делать брелки. Я вот выбрал вот такую красивенькую кошачью лапку. Ну, в принципе, ничего сложного. Просто надо заполнить ее полностью вот этой прозрачной жижей. Обращайте внимание, я забыл подстричь ногти. Ася меня не предупредила, что будут крупно снимать мои руки. Короче, вот я все и заполнил. На пальчнике, кстати, можно потрогать эту жижу. Но без него, как я понимаю, лучше этого не делать. Ну и какой-нибудь красивенький аксессуар надо. Вот эту вот сушеную розочку я туда запихну. Ну и само колечко для брелка. Вроде получилось миленько. Далее брелки я решила покрасить. И первым, чем я решила красить, это не своим красителем, а красителем, который был в наборе. Фиолетовый. Залила нужную фигурку и добавила туда всяких блесточек. Но, естественно, в фиолетовом цвете блесточки были не видны. Поэтому я добавила их супер много. Ну и, естественно, сверху колечко положила. Потом сделала прозрачную звездочку с блестками. Мне показалось это крайне гармонично. Все дела, ну понимаете, да? Следующий шел мой пищевой краситель, который я использовала ранее. И пищевой краситель я смешала с этой эпоксидкой. Залила цветочек, и, если честно, мне не хватило розовый эпоксид, поэтому добавила еще немного прозрачной эпоксидки. Получилось такое смешение цветов, понимаете? Да, да, да? Потом залила остальные брелки, которые там были. Добавила блесточек. Второй краситель из набора был перламутровый. Я добавила ее не только в прозрачную эпоксидку, но и в цветные. И получились очень прикольные и красивые цвета. Далее на очереди шли бриллиантики. И бриллиантики я сделала прозрачный, перламутровый и голубой с перламутром. И, естественно, с бриллиантиками были небольшие проблемы, потому что вот эти вот кругляшки как-то не особо держались, если честно, чтобы было нормально. Эпоксидка жидкая, в ней тонут вот эти вот цепочки, а эти кругляшки перевешивают так, что вываливаются из самих брелков. Но с горем пополам как-то я все это запихнула. Вот так выглядит все это не застывшее, и мы оставляем это на целые сутки. Я не знаю, сколько времени на самом деле понадобилось, чтобы застыть брелкам, потому что я взяла их только через сутки. До этого я их не проверяла, так что, возможно, они застыли раньше. Я закончила делать брелки, и я сделала 10 брелков, и один сделал брелок Ване. Это я. Мой брелок самый крутой. Вот Ванин брелок, целый один. Привет. Вот тут еще много моих брелков, и еще три брелка я не могу вам показать, потому что оттуда брелки выпадают. Но сейчас покажу, отправлю это на сушку, и уже завтра покажу результат. Да, брелки было, кстати, делать достаточно быстро. Для вас этот результат будет сейчас, конечно. Для меня он будет завтра, целые сутки пройдут, чтобы все это высохло. Короче, брелки отправляю на сушку. Встретимся с вами через 5 секунд, а для меня через целый день. Все, давайте. Оп. Слишком эпично. Очень эпично. Я не могу. Да-да, я оператор. Заказывайте свадьбы, корпоративы, вот это все. Итак, эти штучки, вот все они готовы. О, кстати говоря, если хочешь посмотреть на летсплее, я там у Вани в роликах участвую. Ссылочку в описании оставлю на Ванин канал. Вот. Поэтому давай, пока твоя ссылочка в комментариях. Можешь распаковать свой брелок. Ну, это мой. Сразу видно самый крутой брелок. Смотрите, тут лапка с розочкой. Э-э-э, да куда ты достаешь? Вот так. А, я тут в этих всех делах. Оп. Вы только посмотрите на эту прелесть. Это кошачья лапка, а там внутри розочка. Ну, вы поняли, да? И он офигенно застыл, кстати. Да, кстати, хорошо. Он прям очень супер. Единственное, что здесь вот мне не удалось розочку до конца утопить. И она немножко торчит. И она, ну, крошится, если ее, короче, тыкать. Это единственный минус. Ну, учусь в следующий раз, и буду, ну... Ты еще будешь делать брелки? Нет. Фу, Вань, ты рыбнул. Достаем вот этот фиолетовый брелок. Оп, оп. Что-то страшно стало. Короче, в жизни выглядит, видно вот эти блестки. Видите? Вот эти блестки видно. И получился реально прикольный, интересный брелок. Ну, вот это все подубрать, конечно. И получился хороший брелок. Нифига себе! Просто я уже заливала похожие формочки, не на видео. И у меня ничего не получилось. А тут все получилось. Я стала профи в этом деле. Или просто смола нормальная. Не знаю. Так, ладно, давайте попробуем самый первый брелок, который мы залили, достать. Ну, немножко проблематично, конечно, достать. Да что я неправильно, все правильно делаю. Дело, Динет. Не мешает. Так, ладно, попробуем другое. Вот, грибочек. Оп. Ой. Тут есть лишние элементы. Но, тем не менее, сам грибочек получился отменный. И это просто вот это вот убрать все. Блин, а сложно убирается, слушай, когда застыло. Очень сложно. О, ну, короче, подобрать лишнее и все нормально. По-моему, получился зачетный брелок. Смотрите, всю поталь видно. Прям очень красивенько. Ну, вот с дельфинчиком, конечно, вообще большие проблемы. Как это все достать-то, я не знаю. Так, ладно. И это сияшечка у нас в виде цветочка. Чш-чш. Какова красота. Посмотрите. Посмотрите. Вот тут вообще очень красиво цвета так идет. Оф-оп. Она еще такая сияшечка, так сказать. Посмотрите. Это мы добавляли, по-моему, эту штуку внутрь. Как его? Ну, блестки, короче, добавляем. Достаем ушки. Мне так страшно доставать, как будто все сломается. Но на самом деле она выглядит так крепко И красиво, кушечки Тоже блестящие ребята Я стала асом в этом деле Тут есть небольшая проблема Ну вот она Но все равно достанем Да-да, даже дельфин застыл Дельфинчик получился классный Тут правда немного проблем, я чуть-чуть эту штуку сломала И почти что Ну чуть-чуть сломался брелок Но все можно исправить, все можно исправить Нормальный хороший брелок тоже получился Тут сердечко, с которым небольшие тоже проблемы Короче, вот эту штуку оторвать И вообще нормально будет Смотрите, вон какое сердечко То, что там внутри все просвечивает Вон, смотрите, какая красота Очень красиво Да я спец в этом деле Вы, ребята, вы видали вообще, что у меня получилось Я сама в шоке Я не знала, что оно получится реально Я думала, получится кончение И снежинка Ау, больно как Ну со снежинкой тоже небольшие проблемы Короче, я у снежинки тоже оторвала Но вот снежинка получилась тоже очень красивая Больше всего я боюсь вот за эти вот штучки Потому что мне кажется, что они могли не застыть То очень большая вероятность Так, застаем Ёлки-палки Оно даже застыло Посмотрите Отмена радости Низ не застыл Видно вам или нет, но низ вот этой не застыл Так, следующее Вообще не достается Как вообще из этого брелки-то должно делаться? Вот эта тоже не застыла Видите, вообще не сделалась И там цепочка бедна Ну что-то вот с бриллиантиками какие-то проблемы Какие-то вот траблы непонятные Оп О, вот этот бриллиантик, кстати, хороший получился Вот этот, по-моему, самый удачный И он даже твердый как будто Так что вроде похож на брелок Короче, у меня теперь огромное количество брелков У меня столько ключей нет У меня столько вообще вещей нет Чтобы повесить столько брелков Но зато у меня и они есть Еще два сломанных И еще три недозастывших И один Ванин, который получился просто замечательный Ваня, молодец Респект, Вань Йоу Очень рады Надеюсь, что тебе понравилось это видео Нравилось смотреть, как я делаю что-то странное Неизвестно зачем Вот, не забудь подписаться Вот мой брелок Вообще классный Красивый, смотрите Ну да, у тебя прям вообще аккуратно супер получилось Потому что я вообще аккуратный Короче, не забудь подписаться Поставить лайк Мы идем к миллиону подписчиков Нас уже сто тысяч И все Пока-пока-пока Пока